Экспорт зерна сократился впервые с начала сезона. Перспективы подсолнечника тревожат маслозаводы. Российским аграриям выделили 10 миллиардов рублей на зерновые субсидии. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы включили обзор главных новостей сельского хозяйства. Самое интересное расскажем прямо сейчас. В ноябре впервые с начала сезона сократился экспорт пшеницы из России. Еще в середине месяца аналитический центр Русагротранса прогнозировал, что вывоз пшеницы упадет до 4 миллионов 350 тысяч тонн, но на деле вышло еще меньше. Россия отгрузила за рубеж всего 4 миллиона тонн зерна, из них пшеницы 3 миллиона 100 тысяч тонн. Вывоз зерна сократился на 37 процентов по сравнению с ноябрем прошлого года, вывоз пшеницы на 44 процента. Такие данные привел Российский зерновой союз. Отгрузки были остановлены из-за шторма в конце ноября. Рейдовая перевалка по итогам месяца упала на 46 процентов, а отгрузки из портов Новороссийска на 29 процентов, до полутора миллионов тонн. Шторм в Черном море повысил экспортную цену на российскую пшеницу. На это указывают все аналитики, хотя данные по ценам у них несколько разнятся. Например, директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сообщает, что к 1 декабря цена на пшеницу поднялась до 241 доллара за тонну. По данным Русагротранса, цена на российскую пшеницу на базе Сифоб с поставкой в декабре составляет 237 долларов за тонну. Елена Тюрина отмечает, что растущий спрос привел к повышению цен и для сельхозпроизводителей. В долларовом выражении пшеница подорожала на 5,5 процента с 121 до 128 долларов за тонну. Это цена в долларовом эквиваленте. За счет роста цены ФОП увеличились расчетные закупочные цены на пшеницу до 15,5 тысячи рублей за тонну, отметили в Русагротрансе. При этом на юге стоимость пшеницы четвертого класса сохранилась на уровне 11 тысяч 800-12 тысяч 500 рублей за тонну. В центре пшеница стоит 9 тысяч 800-10 тысяч 700 рублей за тонну. Глава аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко считает, что в ближайшее время будут все основания для роста экспортных цен на российскую пшеницу. По ее словам, крупнейшие страны-экспортеры пшеницы, за исключением, конечно, России, не имеют больших запасов, а прогнозы урожая в Австралии ухудшаются. Аргентина при этом не продает зерно в ожидании отмены всех экспортных ограничений. Еще один стимул к повышению цен – это сложности с севом и состоянием озимой пшеницы во Франции. Согласно справке Фрэнс Эгример к 27 ноября во Франции было посеяно всего 83% от запланированной площади сева мягкой озимой пшеницы. На прошлой неделе Минсельхоз подвел итоги уборки, а аналитики дали свои первые прогнозы по сбору зерна в 2024 году. Итак, в 2023-м российские аграрии намолотили свыше 150 миллионов тонн зерновых и зернобобовых в бункерном весе. Показатель в чистом весе должен превысить 140 миллионов тонн, в том числе 93 миллиона тонн пшеницы. Напомним, что рекордный урожай 2022 года был таким – 157,7 миллиона тонн всего зерна и 104,2 миллиона тонн пшеницы. Результат текущего года будет вторым в истории России. А что ждать в следующем году? Эксперты рынка уже начали давать свои прогнозы, которые, конечно, в течение сезона еще будут корректироваться. В Савыконе считают, что на фоне среднего состояния посевов и низкой рентабельности в растеневодстве урожай может опуститься до 89,8 миллиона тонн пшеницы. Там полагают, что фермеры будут пытаться активно экономить на материально-технических ресурсах, поэтому урожайность снизится. Институт конъюнктуры аграрного рынка более оптимистичен. Его генеральный директор Дмитрий Рылько прогнозирует, что сбор зерна составит 145 миллионов тонн, а пшеницы – 92 миллиона тонн. Разумеется, большинство рисков для будущего урожая еще впереди, но сейчас мы видим вторую за всю историю России посевную площадь подозимой пшеницей. И ее в целом хорошее состояние, прокомментировал Дмитрий Рылько. К 24 ноября зимый сев был проведен на площади 18 миллионов 900 тысяч гектаров, что на 1 миллион 200 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Аналитический центр «Русагротранса» дает сразу два прогноза по сбору пшеницы – оптимистичный и, скажем так, обычный. Общий сбор зерна прогнозируется на уровне 136,7 миллиона тонн. На конференции «Агротренды России» Игорь Повенский сообщил, что сейф озимой пшеницы должен составить свыше 17 миллионов гектаров, что на 700 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Пока прогнозы агротранса выше тех урожаев, что в среднем получала Россия в последние годы. Так что, если погода позволит, сбор пшеницы и в следующем году будет очень высоким. Минсельхоз России 11 декабря приступит к закупкам пшеницы и ржи в Государственный интервенционный фонд. Об этом сказал глава ведомства Дмитрий Патрушев. В ходе биржевых торгов будет закуплено 2 миллиона тонн зерна из регионов Сибири, Урала, Центральной России и Приволжского федерального округа. В дальнейшем, в случае значительного роста цен, это зерно будет реализовываться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям, что позволит сохранить стабильную ценовую ситуацию на продовольственном рынке, прокомментировали в Минсельхозе. На конференции «Зерной деньги», которую мы проводили на выставке ЮКАГРА, глава Наритического центра Агроспекер Виталий Шамаев рекомендовал сельхозпроизводителям этих регионов участвовать в закупках, потому что следующий шанс выгодно продать зерно, возможно, представится только в феврале-марте следующего года. Еще одна хорошая новость для всех, кто из года в год завидует южным регионам. Правительство выделило дополнительные 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерновых культур. Речь идет о субсидиях на тонну пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы, то есть того вида зерна, которое обложено экспортными пошлинами. С очередным траншем пришли очередные изменения. Теперь в приоритетном порядке, как сообщает сайт правительства России, деньги будут получать аграрии, чьи доходы ниже среднероссийских, в том числе из-за специфики климата, а также удаленности от морских портов. Субсидии, полагают, в Кабмине будут способствовать сохранению пассивных площадей, наращиванию экспортных мощностей, а также созданию новых рабочих мест на селе. Напомним, что в целом за 2023 год между производителями зерновых культур будет распределено 30 миллиардов рублей. В отличие от пшеницы, пассивные площади, под которые растут, перспективы подсолнечника в следующем году не сильно радуют. На это обратил внимание глава Масложирового Союза Михаил Мальцев. На конференции «Агротренды России» представитель переработчиков Масличных отметил, что урожай находится под ударом из-за массы факторов. В первую очередь, из-за того, что нет полной ясности по объемам и порядку квотирования семян. В этих условиях аграрии запросто могут отвести площади под другие культуры. Негативно могут сказаться на сельхозбизнесе и будущие квоты по импорту пестицидов, особенно если перестанут быть доступными препараты, которые в нашей стране не производятся. Мальцев подчеркнул, что помимо агрохимии, в этом году также сильно подорожали ГСМ и минеральные удобрения. Все это в целом впервые за последние годы может откатить те наши рекорды, которые были, подытожил Михаил Мальцев. Аналитический департамент Газпромбанка предполагает, что в 2024 году урожай подсолнечника снизится до 15 миллионов 600 тысяч тонн. На данный момент российские аграрии собрали 16 миллионов 200 тысяч тонн подсолнечника. С квотами на импорт семян на прошлой неделе вышла забавная история. Ряд СМИ со ссылкой на РИА Новости сообщили, что Российский зерновой союз и соевый союз обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщив ему о рисках, которые несут рынку квоты на импорт семян. В письме говорилось, что квоты грозят снижением конкуренции среди семенных компаний, падением урожайности, ростом себестоимости и, соответственно, приведут к удорожанию конечной продукции АПК. Модель регулирования ввоза семян, которую предложил Минсельхоз, имеет высокий коррупционный потенциал, говорилось в письме. После того, как эта новость была растиражирована информагентствами, Российский соевый союз был вынужден оправдываться, говорить, что не имеет отношения к письму и категорически не согласен с мнением Российского зернового союза. В доказательство на сайте союза даже были приведены слова Владимира Путина 2014 года, где президент говорил, что российская соя – самая лучшая соя в мире. Если говорить о других популярных культурах, то здесь зарубежные семенные компании активно работают над тем, чтобы все-таки приземлиться в России. На прошлой неделе Массиц провела в Ростове-на-Дону обучающий семинар по возделыванию подсолнечника и кукурузы. Руководитель региона Юг компании Массиц Мурат Засежев отметил, что компания предпринимает меры для того, чтобы локализовать производство семян в России. Трудностей с локализацией семян нет. Единственное, конечно, нам бы хотелось иметь возможность регистрировать новые гибриды, чтобы их тоже выращивать на территории Российской Федерации. Так что уж кому-кому, а производителям подсолнечника и кукурузы, наверное, переживать пока не стоит. Продолжение следует... И на внутреннем российском рынке сейчас удобрения продаются дешевле, чем на экспорт. Например, селитра дешевле на 9%, амофос на 15%, карбамид на 22%. Еще несколько коротких новостей об экспорте сельхозпродукции. Новороссийский филиал Центра оценки качества зерна сообщил, что объем экспорта чечевицы превысил 99,9 тысяч тонн. Большая часть агрокультуры была направлена в Индию и Турцию, объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Алжир, Египет и Иорданию. Хотя в список вошли также Бахрейн, Эквадор, Шри-Ланка, Кения и, неожиданно, Испания и Франция. Интересно, что Россия стала четвертым по величине поставщиком зерна в Европу после Украины, Бразилии и Турции. С начала сельхозгода Россия в 2,3 раза увеличила поставки зерна в страны ЕС, отгрузив 2 миллиона 230 тысяч тонн. 40% поставок зерновых и зернобобовых пришлось на Испанию, которая закупила почти 600 тысяч тонн гороха. 35% экспорта – это Италия, которая стала крупнейшим покупателем твердой пшеницы – 583 тысячи тонн. Наконец, 17% экспорта российского зерна пришлось на Бельгию. Основное место в поставках заняли семена льна – 185 тысяч тонн. Эти данные предоставил Аналитический Центр Российского Зернового Союза. Ну и еще один рекорд – это успехи переработки. За 10 месяцев текущего года за рубеж было отгружено 990 тысяч тонн пшеничной и экспорт этой продукции на треть, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года. В топ-3 покупателей российской муки вошли Ирак, Грузия и Китай. Причем эксперты говорят, что Россия может увеличить поставки муки еще на полмиллиона тонн в год. И последняя новость на сегодня. Правительство России расширило программу господдержки в области мелиорации. Это сделано для того, чтобы больше земель можно было вовлечь в эффективную сельхоздеятельность. Получить финансирование теперь смогут не только сельхозпредприятия, но также научные организации, которые проводят исследования в области селекции семеноводства, мелиорации земель и повышения продуктивности почвы. Кроме того, бюджет будет возмещать не 50%, а сразу 90% затрат на борьбу с эрозией почвы и засухой, на создание защитных лесопосадок и на работу по повышению плодородия сельскохозяйственных земель. С 1 января следующего года расширится перечень субсидируемых мероприятий в области химической мелиорации. В него добавятся работы по фосфоритованию и гипсованию почв. Так что, если у вас есть планы улучшать плодородие и приводить в порядок лесополосы, обратите внимание на новые меры господдержки. Пора ими воспользоваться. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за то, что ставите лайки и комментируете наши выпуски. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok